Всем доброго дня, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео такое будет легкое, непринужденное, с полезностями. Ну, в общем, немного обо всем. Приступим. Я на днях достала свою коробочку с семенами, чтобы в своем рассадном дневничке принесла свой рассадный дневничок. Это вот книга, господи, ей, наверное, уже лет... В общем, мелькает этот планер везде и повсюду. Он у меня здесь собран из садового планинга, из вот таких вот желтых листочков, из моих дневников с прошлых, позапрошлых и так далее годов. Я даже несколько видео снимала, как я веду свой дневничок рассадный. Но прежде чем я начну вам что-то показывать и рассказывать, конечно же, я предлагаю вам подписаться на свой телеграм-канал. Там у меня очень уютно, там у меня очень тепло. Девочки, кто пришли, меня благодарят. Девочки все довольные. Там у нас более такое живое, домашнее, теплое общение, где мы делимся своими фотками, где мы рассказываем какие-то свои секретики, лайфхаки, помогаем друг другу. Поэтому приглашаю. Ссылка на телеграм-канале у меня в описании под видео, под каждым видео есть, присоединяйтесь к чату. Милости прошу. Я решила вот такие вот желтые липучки. Это взамен моим мухоярам. Мухояры у меня уже подходят к концу. Я в прошлом году заказала прям целую упаковку. Там их вроде бы было 15 штук, что ли. И вот смотрю, что у всех висят вот эти вот желтые липучки. Решила заказать. И желтые тоже повесить. Но эти понятно, что прямоугольные как бы не буду открывать. Я вам хочу посоветовать вот эти. В прошлом видео я уже про них говорила. Мне очень нравятся они тем, что можно вот, например, один такой листочек расстричь и вставить в кашпо. Значит, и как бы вот так вот. То есть они прямо вот уже отлетают и сразу вляпываются, вляпываются, прилипают вот к этим вот цветочкам. Цветочки, бабочки и так далее. Как бы поаккуратнее, посимпатичнее смотрятся. Это я к тому, что если, например, вам негде подвесить липучку, например, у вас на подоконнике стоят комнатные растения, и завелся грибной комарик. Вот это, конечно, выход из положения. Я их по черной пятнице приобретала со скидкой на озоне. Здесь уже мне помог озон. Не валберест, а озон. Ну а теперь хочу рассказать, что пошуршала я своими пакетиками с семенами. И вот как раз в рассадный дневничок составила себе план на будущий сезон 2024. В первую очередь у меня здесь цветочки, которые нужно высеять. Вообще можно их высеивать прямо сегодня. А вообще прямо вчера. Но я сейчас на днях уезжаю с Сашей во Владимир на смену корсета. Поэтому я понимаю, что я буду отсутствовать несколько дней. А всходы все-таки семян нужно контролировать. Нужно и проветривать, нужно, чтобы не вытянулись. Ну, в общем, контролировать обязательно нужно. И я понимаю, что не буду я рисковать, оставлять на Юру это все. Я вот все-таки по приезду приеду и все посею. И что же я приготовила на посев? Это у меня дихондра обязательно, и изумрудная, и серебристая. Что я хочу сказать? Кстати, вы скажете, Юля, ты же оставляла дихондру, сохраняла. Вы знаете, у меня теперь всегда перед глазами этот комментарий, когда я показала со стаканчиками, что вот я укоренила, сохраняю стаканчики с дихондрой. Так она у меня была пушистенькая. И одна девушка мне написала, черенкуется она хорошо, сохраняется тоже хорошо, но вот дома она себя начинает капризно вести. Я еще такая думаю, а что, в принципе-то, вроде бы как совсем неприхотливое растение. И вы знаете, вот действительно в одночасье она у меня начала чахнуть, она у меня начала угнетаться. И я даже эти плети попыталась, знаете, вот как бы закруглить, их снова приукоренить в этом же стаканчике. И ничего подобного у меня не получилось. Я уже, конечно, думала на грибного комарика, может быть, он как-то ее, знаете, подкосил, потому что у нее такая корневая система не совсем такая прочная. Но, в общем, потихоньку-полегоньку, стаканчик за стаканчиком, у меня дихондра исчезла. Поэтому обязательно, конечно же, буду ее сеять, сеять из семян, снова выращивать. Далее посею гацанию. Гацанию у меня на продажу будет. Далее посею пиларгонию. Это тоже для реализации. Хочу посеять ее пораньше и выбрала расцветку салман, ну, чтобы вот выгнать ее на цветок, чтобы продавать. Потому что пиларгонию, на самом деле, люди уже узнали, полюбили и спрашивают. И у меня вот здесь еще есть два вида пиларгонии с интернет-магазина «Семь лепестков». Сорта серии «Маверик», две расцветки «Коралловая» и «Виолет». И дихондра. Вот у меня еще здесь есть несколько семечек. Это мне Ульяна присылала. Дихондра «Сильвер». «Сильвер» – это серебристая. Следующая – это у меня «Изолепсис». Буду выращивать это растение для себя. Я его однажды выращивала. Кто со мной домой, давно помните. Мне моя Марина Леонидовна принесла целую упаковку семян тогда. Я помню, я ей много чего выращивала. И среди них был незнакомый для меня цветочек. Называется «Изолепсис». Он был в цветном пакетике. Это такая красивая травка. Это такая вот как бы зеленушка. Зеленушка, но она мелко-мелко-мелко листная. То есть вот если у хлорофитума у него толстые такие вот эти вот листья, то там они как волосинки. И она выглядит, знаете, такая как кочка. Я показывала. То есть одно растение… Мне удалось два растения вырастить. Одно растение Марина Леонидовна оставила мне, одно растение забрала. Я его выращивала. И как бы это такие были симпатичные кочки. А сейчас я смотрю, что садоводы, цветочники, тепличники, оказывается, его сохраняют и предлагают также на реализацию. Ну, так вот, чтобы вот составлять либо композиции цветочные, либо вот отдельно в кашпо заострять на себе внимание. Поэтому я решила его снова вырастить. И пусть будет. Дальше у меня кальциолярия. Я ни разу ее не выращивала. Я наблюдала два сезона, как выращивает у меня Ольга с города Коряжма. Она ежегодно выращивает эту красавицу. И она у нее шикарно цветет. В общем, решила, что пусть она у меня тоже будет. Ну, и, конечно же, красавица Эустома. Так как у меня пакетиков много еще с прошлого сезона. Кстати, в интернет-магазине 7 семян я заказывала по распродаже их. И вот сейчас отличная возможность снова сделать закупку, потому что сейчас там действует фиолетовая пятница. Я вам говорила об этом в предыдущем видео. Поэтому проходите по ссылке, заглядывайте и изучайте. Почему фиолетовая, спросите вы? Да потому что сейчас у всех из окна светится фиолетовый цвет. И садовый супермаркет 7 семян решили убрать слово черное и включить фиолетовое. Вот такое интересное решение. Но еще у меня есть вот эти вот баночки. Здесь у меня семена, собранные со своих петуний и со своего остеоспермума. Юля, ты ку-ку, скажете вы, но я хочу попробовать. Здесь у меня петуния не семенная, а вегетативная. Такие сорта, как рейблы. Это шикарная петуния с черным таким прям крупным бархатным цветком. Сурфиния с белой окантовкой. Я даже не знаю ее название, но она мне понравилась тоже своей вот этой вот кустистостью, наполненностью цветком, не видно зеленой листвы и ростом, и габитусом. Я собрала с них семена. Петуния сангрия, тоже шикарная петуния, красивый цветок. Единственное, конечно, под дождем он теряет свою яркость. Но вот эта вот шапочка у нее у сангрии шикарная. Далее, сурфиния была у меня белая. Мне приходило очень много отзывов на нее, что она действительно, опять же, тоже как такая вот мощная, растущая, держит цветок. И у меня было несколько кустиков дохлой, переросшей рассады. Я ее обстригала и вот высаживала здесь в открытый грунт. Помните, я вам показывала открытый грунт грядку с петунией. И вот там у меня два растения были. Я с них собрала семена. И литл туния шерас. Тоже мне очень понравился этот вот ежик с такими яркими бордовыми цветочками. И его мощь роста меня покорила. Зачем тебе, Юля, спросите вы? Я хочу чисто взять по одному семечку, посеять сейчас, вырастить, выгнать в цветок и посмотреть, что это будет. Какой получится цветок, какой будет габитус. Ну, понятно, что я думаю, что габитус повторится. Но мне интересно цветок. Вот как у таких разных расцветок повторится ли материнский куст? Да, я понимаю, конечно же, что это гибрид, это вегетативная петуния, что она там скрещена и, возможно, получится что-то непонятное. Но получится то, что получится. Это для меня, это эксперимент. И почему бы и нет? В общем, позабавлюсь. А если получится, если что-то интересное получится, то я просто-напросто выращу эти цветочки на подарок. Потому что я всегда своим клиентам дарю подарки. И все-таки цены сейчас на семена, мягко говоря, повысились. И подарочки, а подарочки подарить хочется. Людям очень приятно, когда получают подарки. Поэтому вот у меня есть свои собранные семена. И я считаю, это будет неплохим подарочком. Дальше у меня здесь есть свои еще семена остеоспермума. Я не знаю, как вообще они будут сходить. Поэтому тоже хочу попробовать посеять. Взойдут, так взойдут. Нет, так нет. На нет и сюда нет. Вот такие вот у меня стопочки с семенами. По приезду, повторюсь, буду сеять. Еще у меня здесь есть семена для домашнего огорода. Но из-за этой мошкары у меня, если честно, руки опустились. Я подумала, что если я еще заведу домашний огород, а ведь там же тоже требуется и органика, и биогумус нужно в грунт добавлять, и подкармливать органическими удобрениями. Я думаю, что тут мне вообще от нее никогда не избавиться. Потому что химичить на овощах мне совершенно не хочется. А вот только с помощью химии я сейчас все-таки вывела свою мошкару, потому что впереди посевы, мне пришлось это сделать. А если я понимаю, я посею огород на окне, то там должна быть только органика. Химия как бы не приветствуется. Минеральные удобрения еще более-менее, да, и органические. А вот уже химическая обработка, это все-таки нежелательно. Поэтому вот даже не знаю, может быть, вот потерплю до весны, да. Может быть, вот когда зайдут уже семена, будет крепкая здоровая рассада, тогда, в принципе, и можно посеять вот такой томат, как монеточка, или же оранжевая шапочка, или же золотой алтын, или и побаловать себя огурчиком шопа. Но опять огурчик, это тоже, здравствуй, паутинный клещ, поэтому тоже вот как-то вот отошла. И вот сладкий перец фельдмаршал. Это вот все, кстати, семена все эти я заказывала по совету ведущей с канала «Семена Алтая». Она как раз перечисляла, какие можно семена сеять для домашнего огорода. Я список выписала и сделала заказ в интернет-магазине «Семь семян». Была, кстати, хорошая скидка, поэтому вот я с семенами. И вы знаете, мне очень понравилось, что, смотрите, здесь продумались семена Алтая фирма. У них вот есть такая вот, значит, можно вырезать вот эту полосочку, вот посмотрите, и вставить ее, ну, как бы, либо там в кашпошку, либо повесить на тот же помидорчик. Это, конечно, очень удобно. То есть ярлычок для рассады, он уже есть вот на этих вот пакетиках с семенами. Такого я еще нигде не видела. Это только вот на пакетиках семена Алтая. Вот, кстати, вот это вот есть тут или нет? Даже вот на этих вот еще нет такого ярлычка. А это чего? Это у нас 4 лета. А чьи это семена? Это агрохолдинг уже поиск. Ну, в общем-то, вот семена Алтая молодцы. Молодцы в этом плане, у них ярлычок для рассады уже заложен в упаковке. Интересно, повторюсь, заказывала. В садовом супермаркете, где сейчас фиолетовая пятница, 7 семян. Ну, и отложила вот коробочку на январский посев, подписала. Вот видите, да, здесь у меня уже семена сидят, которые буду сеять в январе. Ну, и в январе вам сделаю на это обзор. Это видео и так получилось объемным, длинным. Ну, а те, кто досмотрел его до конца, вам огромное спасибо. Что же, буду заканчивать это видео. Огромное вам спасибо за внимание. Огромное вам спасибо за комментарии. Огромное вам спасибо за советы, за добрые слова. Я всем и каждому благодарна за это. Всем нам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба нам всем над головой. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok